Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Ночью будут порывы до 18. Температура ночи 0,2. Днем 4,6 выше нуля. День 4,6 выше нуля. Доброе утро всем. Доброе утро, Мурат. Доброе утро, Мурат. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в гости. А поводом для нашей встречи стало то, что я, если позволишь, зачитаю. Ты вошел в число победителей общероссийского третьего конкурса социальных аниматоров «Герои изменений». Вот мне бы хотелось, чтобы ты рассказал об этом конкурсе и о своем проекте. Да, было. Спасибо большое за поздравление. Ну, конкурс всероссийский, он уже проводится третий год подряд, Нижегородской общественной организации. Мы об этом конкурсе узнали случайно в интернете, решили податься. Откровенно говоря, мы не ожидали, что мы сможем что-то выиграть. Но получилось так, что эксперты поставили наивысшую оценку нашему проекту и присудили нам первое место в номинации «Самоорганизация и создание общественных территорий». Это было очень приятно и очень неожиданно. Конечно. Проект мы подали под названием «Национальный фонд народа Абаза». Этот проект уже существует три года подряд. Смысл его заключается в следующем. Для каждого Абазинского населенного пункта мы открыли расчетные счета. И любой желающий житель может туда перечислять денежные средства в любом размере, который ему хочется, у него есть возможность. На сегодняшний день за эти годы было собрано свыше двух миллионов рублей и реализовано свыше десяти проектов в населенных пунктах Абазинских. Проект расширяется, проект развивается. И вот победа в этом конкурсе нам показала, что этот проект очень актуален не только для нашей республики, но и для всей России в целом. Но ты говоришь «нам», «нам», но мне кажется, это была твоя идея? Ну, идея была моя, но все-таки реализовывали мы ее вместе в нашей организации, которая называется «Алашара», президентом которой является Мусах Абалевич Экзеков. О нем много слышно уже. Поэтому все-таки я считаю, что это командная работа. А не лично моя. Ну вот, если говорить простыми и доступными словами, вот этот проект, который под таким вот необычным названием, он включает в себя реализацию, просто помощь людям. Правильно? Ни сколь помощь людям, сколь чтобы люди сами себе помогли, получается. То есть люди, живущие в населенных пунктах, они собирают денежные средства на развитие своих населенных пунктов. То есть чтобы они не ждали какой-либо помощи извне, а сами брали свою судьбу в руки и решали свои проблемы самостоятельно. Вот основная цель нашего проекта. Мы хотим, чтобы сами люди свои проблемы в своем населенном пункте решали за счет своих средств и самостоятельно. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Я желаю новых, ясных, прекрасных идей тебе. И спасибо, что был гостем нашей программы. А вам тоже большое спасибо, что пригласили. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Черкесская редакция» в 14.30. Вести с Ашимезом Хешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Биберленд. Миру сыр. Лови. 91,2. Наша волна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова